Ловись рыбак большой и маленький. В Крыму начали действовать новые штрафы для браконьеров. А вот пострадать могут обычные рыбаки-любители, которым грозят штрафы на десятки, то и сотни тысяч рублей. Обсудим нововведения с нашими гостями в студии Сергей Светлицкий, президент Федерации рыболовного спорта Крыма и Владимир Казаев, рыболов-любитель. Предлагаю нашим телезрителям поучаствовать в обсуждении. Звоните по номеру телефона на ваших экранах. Еще приглашали сотрудников рыбнадзора, господа, начальник с говорящей фамилией Карпов, но почему-то он отказался прийти. Видимо, нечего им сказать рыбакам, но зато рыбакам, судя по всему, есть что сказать. Накипело. Как вам такие нововведения, Сергей? Нововведения, я считаю, нормальные. В плане того, что это, с моей точки зрения, с точки зрения сохранения биологических ресурсов в Республике Крым. А рыбаков что не устраивает? Вот я слышал и сейчас форумы читал. Рыбаков не устраивает то, что есть норма вылова, которую ограничили, четко поставили рамки, что один человек может поймать не более 5 килограмм. Там есть целая таблица номер 21, 20.1, в которой написано, какой вид рыбы, сколько можно ловить, но в основном это 5 килограмм, либо, например, судак, это два хвоста. То есть вы против ограничений? Нет, я не против ограничений. Я наоборот за ограничения, потому что в Республике Крым этот вопрос стоит очень остро. Если бы у нас были реки, как на материке, большие, то вопрос бы не стоял бы об этом. Наши закрытые внутренние водоемы, водохранилища, пруды, озера, их внутренняя популяция не позволяет себе, так сказать, держать то поголовье рыбы, которое должно быть в водоеме, чтобы эти рыбаки-любители могли приходить и ловить эту рыбу. Владимир, ну вот вы, как рыбак-любитель, ходите на рыбалку в качестве хобби, да, получить удовольствие и потягать рыбу. Ну, конечно, конечно. Каким образом касаются вас эти нововведения? Ну, смотрите, не зря говорят, на рыбалке главный процесс, как бы. Рыба это уже как бы второстепенное. Но у нас, к сожалению, очень много, так скажем, не рыболовов, а рыбоедов, я их так называю, со слов одного из моих коллег. Это люди-заготовители, у них основной, как бы, принцип, это урвать как можно больше и неважно, какими целями. Я вот сейчас не буду останавливаться на запрещенных холодиях лова. Просто возьму обычного рыболова, который ловит на ту же крючковую снасть. Сейчас, кстати, до 10 крючков, по-моему, Сереж, да? Максимально можно 10 и не больше, там, независимо от того, сколько у тебя снастей там. И вот, когда он поймал кураж, грубо говоря, и у него поперло, как некоторые говорят, он не может остановиться. Доходит даже до того, вот, что далеко ходить, возьмем этот год, селедка. Я вот не помню, чтобы такого количества селедки, честно говоря, было на море вот в последнее время. Люди это, естественно, все увидели и стали ее брать, ну, я не знаю, багажниками машин, там, по 100, по несколько, там, сотен килограмм, было такое. И хвастаются, главное, на форумах хвастаются, вот я сегодня 7 ведер по 10 килограмм. У меня сразу вопрос, ребят, а куда вам столько? То есть они считают, что если это сделать я один, то остальные так не будут делать. Да, то это всего лишь, там, ну, эти 50 килограмм. А на самом деле таких людей сотни тысяч. Ну, Сергей, мы определили, что, допустим, в плане ограничения нормы вылова, это, да, это положительные изменения. Положительные изменения, положительные изменения. Конечно, да, в публике Крым однозначно. Ну, а следующее, это новые штрафы, да, они тоже изменились, вот, в чем, хочу привести примеры некоторых из них от и до, вот, взять максимальное, да, если не ошибаюсь, это Калуга, слава богу, в Крыму не водится, судя по цене. Пардон, что вы говорили в улице? 269 тысяч, 250 рублей за единицу, причем не важно, какой вес, да, а если она будет с икрой, эта сумма удваивается. Конечно, конечно. Ну, и... А если ты ее неправильно поймал, еще раз удваивается. И еще, ну, самая недорогая, это креветка, креветка, 47 рублей. В принципе, нововведение, да, как инструмент для борьбы с браконьерством, я считаю, наверное, правильно. Правильно. Но в этом случае, если условно, вы там поймали неправильно креветку. Да, некоторые могут пострадать, потому что с очком вот креветок поймал, чем 5 человек. То есть люди на сегодняшний день, проблема в том, что люди не проинформированы про это. То есть люди получают информацию с интернета, когда пишут другие люди, то есть они нормативную базу изучают кусками. Я один раз уже выступал и сказал, нельзя читать закон по кускам, нельзя выдирать отдельный пункт и давать его людям в интернете, на ютуб-каналах и других информационных площадках. Надо читать весь закон целиком, понять его и людям донести. То есть что сейчас пытается сделать Федерация рыболовного спорта Республики Крым? Мы пытаемся сделать такие некие брошюры, они скоро будут во всех магазинах, что ребята, вот есть норма вылова, вот такие вот штрафы, вот соблюдайте вот это, чтобы вы не попали на эти деньги. Потому что вы просто не знаете. Есть люди, которые намеренно идут на это. То есть они знают, что есть такие штрафы, они знают, что это причина. Это браконьерство. Они сознательно. А любители в основном, они не знают просто, что нельзя брать больше 5 килограмм. Потому что им один кто-то, дядя Коля, в интернете рассказал, ребят, а то, что дядя Коля живет и на него распространяются не законы Азова-Черноморского бассейна, а какого-нибудь там другого, где разрешено 10 килограмм. У нас в Республике Крым это 5 килограмм. Четко есть таблица, какие рыбы, сколько экземпляров. Это все расписано и показывается. Господа, ну а с другой стороны, стоит ли бояться какой-то ответственности, учитывая, что у нас какой штат рыбнадзора? Ой. Ну, по моей последней информации, 12 человек. 12 человек, из которых выездные, да, именно инспекторы, которые могут там оштрафовать, наверное, порядка меньше. Ну, я думаю, человек 10. Саша, я вот скажу, что я вот ловлю с 5 лет, у меня вот рыбалка хобби, но за это время, что при Советском Союзе, что сейчас, тем более, я ни разу не видел рыбнадзора на крымских водоемах. Если на море там как-то еще пограничники себя проявляют, вот возьмем, к примеру, Балаклаву, там в последнее время очень активно они себя проявляли и штрафовали, в общем, и народ уже постепенился. Ну, там далеко ходить не надо, штрафы каждого второго. А здесь нету, нету, действительно, вот как Сергей сказал, что проще, до машины он, грубо говоря, хлопник, который стоит около воды, это гораздо проще, чем связываться там не с одним, бывает же, что они и компаниями, вот эти вот ребята, сетями. Конечно, по сути, инспектору проще оштрафовать там незнающего законы любителя, да, чем гоняться за браконьерами. Конечно, конечно. Почему? В таком случае, да, в таком случае, как обезопасить себя рыбакам-любителям или рыбакам-спортсменам? Ну, спортсмен, наверное, в большей степени информирован. Значит, Саша, я могу сказать по этому поводу, что, во-первых, рыбакам-любителям, ну, я просто с точки зрения, как сам рыбак-любитель говорю, им, во-первых, надо знать законы, хотя бы элементарные понятия. Я не говорю, что от корки до корки, но ведь не зря же говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. Его надо прочитать и понять, что он можно делать, а что нельзя, не брать информацию, где попало в интернете. С другой стороны, возьмем вот того же дядю Колю, да, условно, там, в какой-нибудь деревне, где рядом есть водоем, да? Господи, да откуда он знает? У него интернета нет, а может, он не умеет пользоваться, взял удочку и по привычке, там, 30 лет рыбачил и пошел снова. Ну, я отвечу на этот вопрос. Дядя Коля может не беспокоиться. Я так же, как и Александр за 20 лет, ну, не видел я рыбинспектора в работе на водоеме. Я рыболовным спортом занимаюсь порядка 10 лет. В год я дома нахожусь с 12 месяцев где-то около 8. 4 месяца я нахожусь на водных гладях, на разных, по всему Крыму. То есть, я постоянно, это проведение соревнований спортивных, физкультурно-массового спорта, там, любительских, фестивалей и все другое. Я нахожусь на различных водоемах. В водоемах общего пользования, закрытых, не закрытых, любых. Я не видел рыбинспектора. Вот я, я видел... Ну, собственно, мы приглашали тоже его здесь, не видим. Я видел в Рождественном Карпова как бы в кабинете, да, общался с ним. То есть, он тоже как бы со своей стороны прав. У него нет штата. Тут я не могу сказать, почему его нету. Что с этим делать и как? Я не владею информацией. Да, вот если бы он был, я бы хотел задать вопрос. Каким образом вообще рассчитывается методика вот этого штатного расписания у них? На каком основании? Исходя из общего количества водоемов или как? Да, почему это является аргументом с их стороны? Вот, извините, у нас нет людей. Ребята, а что вы сделали, чтобы у вас были люди? Или чтобы те люди, которые у вас есть, занимались своей работой, а не видимостью работы? То есть, на сегодня мы не можем адекватно оценить, почему так происходит. То есть, на сегодняшний день, это информация, то есть, с достоверных источников, на самый большой район Республики Крым, Симферопольский, у нас Р1 рыбинспектор, который живет в городе Севастополь. То есть, приехал на работу и тут же уехал, да? Как он может реагировать на противоправные действия, а тем более проводить какие-то мероприятия, запланированные, не запланированные. Если он один и живет совершенно в другом месте, это невозможно. Сереж, ты переведи примеры, когда были случаи дозвона, вот люди действительно хотели доброе дело сделать, видели браконьеров, звонили по телефону инспектора, приедьте, грубо говоря, составьте протокол. Скажем так, это разговоры людей, да, они говорят, что они звонят на телефоны, и им не получается дозвониться. Эту информацию я не могу подтвердить, так как я не присутствовал при этом, и ничего не могу сказать. Ну, как говорят, слухи ходят, господа, да. Ну, не будем там огульно обвинять, да, но тем не менее, есть и те нюансы, которые дают основания, да, предъявлять определенного рода претензии. Если нужно выступить общественникам или рыболовым любителям, все вместе объединиться, общественные организации с рыболовыми любителями, и написать в главное управление Азоо-Черноморского бассейна, чтобы увеличили штат в Крыму, может быть, так надо сделать? Конечно, конечно. Мы тут не знаем, мы видим итог, то есть сухой остаток, на сегодняшний день в Крыму нет рыбы. Ну, к сожалению, представителей рыбнадзора нет, но думаю, после эфира вы все-таки свяжетесь, да, и эту инициативу донесете, я думаю, попробовать почему нет. Я могу попасть, сразу рыбнадзор появится. Нет, ну, нет, почему мы не говорим, мы тоже подходим с их стороны. Смотря на их ситуацию, ну да, их очень мало, это невозможно. Ну, я так понимаю, что это и в интересах обычных законопослушных рыбаков, для которых это просто хобби. Конечно же, конечно же. Потому что, когда вот законопослушные рыбаки, рыболовы, находятся на водоеме, и очень нередкий случай, когда вместе с законопослушными, тут же рядом такие товарищи-заготовители, так мягко выражаясь. Но по этому поводу, среди нормальных рыбаков, очень много споров, чего делать. Одни говорят, давайте морду бить сразу. Ну, извините, ребята, если вы будете... Морду бить нельзя. Вы сами потом попадете, вы будете привлечены к уголовной... Многие люди пишут, обращаются к нам, в Федерацию рыболовного спорта, что нам делать? Как поступать? Какой механизм? Ловить их, бить или еще что-то? Я категорически против того, чтобы люди действовали сами. Элементарно, хотя это надо вызвать полицию. Хотя по факту должны, наверное, все-таки звонить в рыбнадзор. Ну, господа, в любом случае практика такова. Продолжая тему этих изменений, на сегодня норма вылова, она 5 килограммов. А если человек, условно, приехал, хорошее место, озеро там прекрасное, палатку поставил, да, и там двое-трое суток и рыбачит все это время. Вот эта норма, она действует, остается той же, 5 килограммов в сутки, можно 15 увезти? Нет, я объясню, тут чуть-чуть не так. Я объясню, что человек, просидевший там трое суток, потом формально не сможет доказать, что он сидел там трое суток. Если, конечно, и мы не выписывали, и это не был, например, платный водоем, опять же, здесь не распространяется правило спортивно-любительского рыболовства. То есть мы говорим сейчас о водоемах общего пользования. Докажи потом, что ты сидел эти три дня, а не наловил это за пять минут. Ну, это действительно несовершенство системы, но у нас сейчас есть телефонный звонок, видимо. Надеемся, что дозвонился рыбак. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вы занимаетесь рыбалкой? Да, я рыбалку-любитель, уже занимаюсь больше 30 лет рыбалкой. Вот как вы относитесь к таким изменениям? Они как-то коснулись вас? Да все эти изменения нормальные, я считаю, но меня беспокоит вопрос. Все мы ходим по рынкам, в том числе и рыбным. На прилавках лежат все виды рыб, в том числе и крымские. Как оценивать ситуацию, когда продают шуварку, которая 15 сантиметров, это маленькая кефаль, которая попадает под запрет вывова? Кто за этим следит, мне непонятно вообще. Я тоже действительно не видел рыбинспекции уже, наверное, лет 20 на водоемах. Вы предугадали мой вопрос касательно того, что видели ли вы инспектора, раз уж проводим такое флешмоб. Благодарю вам за звоночек. Спасибо. Сергей, вот действительно, в этом случае, когда, ну это опять же вопрос больше к рыбнадзору, но тем не менее, раз уж у нас здесь есть и президент Федерации рыболовного спорта, человек идет по рынку, видит, как продают рыбу, которая, ну, по сути, запрещен выловка. Много задают таких вопросов, есть даже информация, что продают краснокнижные рыбы, то есть они стоят, продаются, а за краснокнижные у нас по новым правилам это там, ну, никаких административных правонарушений нету, там сразу уголовная ответственность. Поэтому и штрафы такие. Есть такая проблема, что эта рыба лежит, она торгуется, но, скажем так, это уже не компетенция даже того же рыбнадзора, то есть какой орган должен... Сереж, подожди, по-моему, рыбнадзор все-таки должен ходить и смотреть по рынкам, я где-то читал, по-моему. Я не знаю, их не устав, я не могу сказать. То есть в любом случае, в любом случае, когда вот, я не знаю, кто, да, вот компетентный орган на том же рынке обязан у продавца истребовать подтверждающие документы на происхождение рыбы. То есть как это, мы не можем адекватно оценивать, откуда рыба это взялась. Она взялась с, например, моря, ну, чуларка, да, это небольшая кефаль, или, например, это искусственный выводок, то есть который выращен был на ферме, на рыбопромысловом участке. То есть в этом случае продавец, администрация рынка должна требовать соответствующие документы. Документ должен быть на то, откуда эта рыба произошла. У нас же сейчас есть такие программы, там, и ГАИС, и Меркурий, которые позволяют оценивать, откуда, ну, это гениально просто, откуда взялся опарыша. То есть на опарыша надо, когда ты его получаешь, в магазине у меня есть друзья, у которых рыболовный магазин, ты получаешь опарыша, ты должен его принять. Откуда он взялся, потом куда ты его делал, и вся цепочка отслеживается, даже по червяку. Почему по рыбе такого нет? Сережа, я тебя перебью, по чуларке вот такой неоднозначный момент, смотрите, у нас же есть установленные нормы вылова 20 сантиметров. А получается, что человек, который позвонил, он прав. Почему чулара, вот эта 15-сантиметровая, штрафная, лежит на рынке, хотя обычных рыболовов, которые сейчас в балаклаве ловят, их за это штрафуют? Я просто был сам свидетелем такой процедуры, когда ходили трое человек, смотрели кульки и выписывали штрафы. А там рыба была как раз 18-19 лет. Мы же говорили, инспекторы не видели. Это не инспекторы, это пограничники. Вот у них там более-менее ходят. У них налажено более-менее это. Но проблема стоит сейчас, в Крыму очень большая проблема именно с пресной рыбой. На сегодня нам беспокоятся, я вам скажу так, нелюбители, никто может вообще не беспокоиться. Их никто не оштрафует. У нас нет рыбы, рыбы нету. У нас осталось такое мизерное количество запасов биологических ресурсов. Водоемы... Мы говорим о внутренних, да? Конечно. Я беру большие водохранилища. То есть Самарли, Симферопольская, Альминская, Тайган, Бахчисарайская. То есть где... Ну а в чем проблема? Сейчас многие водохранилища, не водохранилища, а в принципе озера, они находятся в аренде. Сейчас, Саш, я тебе предосхищу. Сережа меня, я думаю, продолжит. И сразу хочу обратить внимание наших телезрителей. Грубо говоря, развеять халяву, которая царит в интернете и в обывательских разговорах. Ребята, не будет у нас полностью бесплатной рыбалки. Все сразу приняли этот закон, все думают, о, все нормально, теперь вся рыбалка бесплатная. Не будет. Там есть пункт, который отменяет рыбопромысловые участки. Но люди, которые не хотят, как я говорил, нельзя читать закон, его кусками. Его надо прочитать полностью. Но ниже есть другой чуть-чуть подпункт, который гласит, заменяется рыбопромысловый участок на рыболовный участок. То есть структура остается одной и та же, только название заменялось. А людям это уже втюхивает, что с 2020 года у нас вступает вот этот закон 475 о любительском рыболовстве. И там прописано, что должны исчезнуть рыбопромысловые участки. Ну, Сергей, вот с другой стороны, я часто проезжаю некоторые водоемы, замечаю, что некоторые, которые находятся в аренде, за которыми следят, они в ухоженном состоянии, все нормально. И люди, в принципе, приезжают туда на рыбалку. Да, это платно, но они там в любом случае получают удовольствие. Есть те объекты и тоже в аренде, где просто хозяин абсолютно не следит. Видно, что он единоразово решил срубить деньжонок. Да, вот в этом случае отменили же торги для пользования рыболовными участками. Это отменили сейчас только на тех, кому они уже принадлежат. То есть для упрощения перерегистрирования? Да, конечно. То есть для новых ничего не отменено. То есть у меня есть рыбопромысловый участок, чтобы его перерегистрировать, я не буду выходить с ним на торги. То есть рыболов это не касается, это в большей степени уже... Нет, это больше предпринимателей. Это предпринимателей, которые занимаются. Конечно. Опять же, тут тоже надо курировать эту сферу. Потому что я всегда говорил, я за. И Федерация рыболовного спорта всегда поддерживала, чтобы такие водоемы были. Потому что там есть рыба. Но это кто-то должен курировать. То есть должны сумму, взимаемую с рыбаков, кто-то устанавливать. Не из головы она должна браться, она должна быть определенной. А у нас сейчас нет тарификации никакой. Никакой нет. Кто как хочет, так и... Кто как захотел, то выкурировать. Вот даже при Украине, если брать, вот как оно было, кто что гораст. У одних 500 рублей, у одних 800, до 1000 там доходило за сутки. Сейчас то же самое. Кто как. Вот хочу, вот я захотел, типа и все. И вариант того, что там есть рыба, тоже очень мало. То есть то, что этот человек реально занимается там разведением. Прямо Стап и Бендерин. Саш, клюет же всегда вчера и завтра, как говорится. То есть когда люди приезжают на эти водоемы, им рассказываются всякие истории. Вчера тут наловили гигантское количество вот этого. А щука вот такое вот выделено. То есть они садятся, начинают ловить. Я думаю, когда начнем, когда вы начнете вот так руки, руки, руками показывать, как рыбу ловили. Хорошо, Сергей, но если мы говорим об этих предпринимателях, которые взяли в аренду водоемы, которые, в принципе, кто-то там родивый, кто-то не родивый, но тем не менее, вот кто-то контролирует этот процесс, где, там, знаете, как застройщику выделили землю, да? Строит, молодец, не строит, заберем. Вот, может, стоило руководствоваться бы этим. Вы ответьте на этот вопрос, но сразу после телефонного звоночка. Вот у нас есть в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы рыбак? Еще раз. Вы рыбак? Да. Да. Мне за 25 лет стажет. Вы за 25 лет рыбинспекцию часто встречали? При Украине вообще и ночью они ездили, и днем ездили. Постоянно практически были. И сейчас, ну, сейчас, правда, рыбы нету, я мало езжу на рыбалку. Ну, и сейчас ездят у нас. Может, потому что рыбы нет, рыбинспекторы, да нет? Вот вы говорите, что их нету вообще, а у меня просто такое чувство, что все они у нас собрали. А в каком районе? Казопереговский. В Красноперекопске, да. Ну, там рыбный район вообще. И раньше там... Здали место, сейчас ребята поедете в Красноперекопске. Да, да, да. Скажите, ну, а как вы относитесь к этим нововведениям, новым штрафам? Ну, я включил передачу, уже шла, я, вот, допустим, я вот смотрю минут 10 всего. Просто я вот услышал, вот это разобор, и услышали, что у нас что-то вашу рыбу выглавили. А ее, допустим, она не, ее не было, она на сколько ее вот на четверляке, допустим, вот в 2014 году ее же сдохло, миллионы было. Она выдыхала просто, воды не дана, а зашла соленая вода с залива, и она просто тупо вся выдохла. Ну, это Красноперекопский район, там же у них воды ограничили, рисовая вот это вот. Спасибо вам за телефонный звонок. Ну, видите, в Красноперекопске, да, видимо, сложившиеся. Там просто испокон веков Красноперекопске разводили рыбу, там были прудовые хозяйства, там и рисовые красоты. Может быть, с этим с этим. Может быть, да, понимаете, там действительно плотность рыбы была хорошая. Я, честно говоря, ну, я не видел рыбу, так часто. Ну, там рыбы было больше, с инспектором было больше. Да, потому что ее разводили, как бы, эту рыбу, поэтому ее было больше. Ну, в следующий день надо реально подходить к тому, что людей надо учить, людям надо объяснять, как не надо делать. То есть, сначала не надо им говорить, у нас любители говорят сначала, что им за это будет. Им надо просто объяснить, что нельзя. Если есть нерест, который начинается с 1 апреля и заканчивается 31 мая, то в этот нерестовый период нельзя идти и рыбачить. Ну, понятно, не пугать, а просто объяснять. Сергей, ну, вот возвращаясь к тому вопросу, который я задавал до телефонного звонка. В этом случае, как бы, есть вариант водоему нерадивого предпринимателя, который просто не следит за ним, а зарабатывает деньги, там, забрать и передать в более надежную группу? Ну, наверное, нет. Я скажу так, я на 100% не владею информацией, а я придерживаюсь такого принципа, если я не владею информацией, я ее не комментирую никогда. То есть, наверняка есть механизмы, как действовать, как воздействовать на данных предпринимателей. Ну, я вам скажу так, что мы сейчас немного отошли от платной рыбалки, именно Федерация рыболовного спорта с 2017 года предприняла такой ракурс, такой курс взяла уйти от платных водоемов и проводить все на водоемах общего пользования. Чтобы, как минимум, там больше находиться, чтобы видели, что там проходят спортивные мероприятия, которые проходят под эгидой Министерства спорта, совместно с Министерством спорта, совместно с Управлением молодежи и спорта. Информируются сотрудники полиции, МЧС, чтобы выгнать оттуда браконьеров как-то. Господа, ну вот уже резюмируя, наверное, да, Владимир? Ну, Саша, я еще там, как бы, пару слов добавлю по вот этим вот платным водоемам. Вот смотрите, очень много рыбаков, рыболов, которые раньше ездили на рыбалку, сталкивались с арендаторами, еще на руках у которых был украинский пакет документов. Я так понял, что просто наши власти закрывали на это глаза, давая людям как бы выработать тот срок, на который были заключены вот эти договора. Сейчас же, вот насколько я знаю, очень мало было у нас таких водоемов, которые действительно полный пакет документов оформили по российскому законодательству. Это именно те рыбопромысловые участки, которые были. Поэтому вот человек был арендатором украинским, он свое выбрал с этого водоема, все. Вот сейчас вроде уже это налажено. А сейчас налажено, да. Ну, учитывая, что, да, отменили эти торги, да, то я думаю, это положить раз, скажем. Торги отменили, вот эти, кто был, они как бы продолжили свое, да, а остальные, будьте любезны, на общих основаниях, если кто-то закончится. Господа, у нас есть еще один телефонный звонок, наверное, уже последний. Добрый вечер. Добрый вечер. Сорвался. Да, видимо, островался наш звонок. Господа, ну, в любом случае, очевидно, мы будем надеяться на то, что эти нововведения, они себя оправдают. В любом случае оправдают. Браконьеры будут наказаны, а все-таки рыбаки продолжат трабачить свое удовольствие. Нам надо спасти хотя бы то, что есть. А у меня пожелание ко всем любителям рыбалки, вот как, которое пришло к нам с запада. Ребята, берите рыбы столько, сколько вы сможете есть за ужином. И тогда рыба в водоемах будет, и не только мы. Начинайте с себя, самое главное. Наши дети будут ловить. Никогда не говорите, вот Коля, вот Вася, Петя или Андрей, там, с себя надо начинать. Вот когда они начнут с себя, все. Вот как я, например. Я 10 лет назад перестал вообще забирать рыбу. Любую. Сколько бы я ее не ловил, когда бы, где я ее не ловил. Я ее, в принципе, никогда не беру. И моя организация, и мои спортсмены точно так же придерживаются. У нас есть куча отчетов, где мы ловим и отпускаем. Ловим и отпускаем. Ну это принцип карпфисинга, Сережа. Господа, я... Ну мы так любую рыбу делаем. Я понимаю. Я надеюсь, что все-таки у нас рыбы в Крыму будет достаточно. Да, клевать будет не только вчера и завтра. Но и сегодня, но и главное, ловить ее будут действительно в меру. Я, господа, благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся через неделю в прямом эфире программы «Вечерлайф» и обсудим то, что обсудим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok